Приветствую вас! Достаточно внимательно я прочитал то, что вы написали. Могу сказать, что ответом на ваш первый вопрос будет то, что девушка получила то, что хотела, когда ушла от вас в другие отношения. Она поняла, что эти отношения не устраивают, она поняла, что ей не нравится, она поняла, что хочет быть с вами. И теперь всячески пытается вас как-то сподвигнуть на какой-то первый шаг. Вместе с тем, она не только гордая и не только упрямая, но еще и боится уходить никуда. То есть смотри, какая получается ситуация. Девушка уходит от вас и уходит сразу в другие отношения, по сути не пробыв одна. Вместе с тем, что не в ее зоне комфорта быть одной. И даже ради того, чтобы быть с вами, несмотря на то, что она хочет этого, она не желает быть одной. Она хочет, чтобы вы, как бы сказать, отбили ее у другого мужчины. Ее желания мы осуждать не будем, потому что человек может отнять что угодно. Другое дело, другое дело, что не все желания отбываются, но все вам можно и нужно сделать. Вы можете общаться с ней непринужденно, можете поддерживать с ней диалог, показывать, что вы можете дать ей то, что она хочет. Вы можете общаться с ней, помогать ей и уже вам решать, будете вы делать первый шаг или нет. Уже вам решать, хотите ли вы совершать какие-то действия по отношению к ней или нет. Вы написали в своем сообщении, что достаточно за ней бегали и что теперь ждете от нее первого шага. Но при этом вы пишете, что она сама первая никогда не напишет. То есть вы знаете, что она первый шаг не делает, но при этом ждете от нее этого первого шага. Не ставите ли вы таким образом себя в ситуацию, когда вы по сути лишаете возможности себя на возобновление этих отношений? То есть, может быть, вы и не хотите причаться от этой девушки, может быть, она вам уже и не нужна, но вы видите, что она проявляет к вам симпатию, вы видите, что вы ей вроде бы как нравитесь, что вы вроде бы как ей не безразличны. Но при этом вы не хотите ничего конкретного для этого делать. И это понятно, она вас предала, она ушла от вас и так далее. Во мной для начала, я думаю, быть с собой человеком и спросить себя, вот я сам хочу быть с ней, я сам хочу быть с этой девочкой, я сам готов это делать для этих отношений или нет. Потому что женщина всегда остается женщиной в любом случае. А мужчина – мужчина. И если вы видите, что девушка намекает вам на отношения, но при этом сама прям в первый шаг не делает, то с традиционной той точки зрения она его делать и не должна. Вам, как мужчине, это нужно сделать. Но если вы не хотите, то ничего страшного в этом нет. Будьте честны с собой и спросите себя, чего вы хотите, действительно ли вы родите мы с ней или нет. Если не родите мы с ней, то лучше даже не давать ей надежду и лучше даже не общаться с ней. А лучше всего, самый идеальный момент – это проработка ее предательства. Почему она вас предала, почему она ушла, была ли это предательством и так далее. Если ее поведение было только лишь в своих интересах, то если она ушла от вас, ушла в другие отношения, потому что ей так было нужно. При этом она не раскаивается за то, что сделала, не раскаивается, что предала вас и так далее. Такому человеку доверять, конечно же, нельзя. Она предаст вас еще раз, когда ее интересы вновь того потребуют. Если вы видите, что она раскаивается, то тогда, конечно же, можно припрашивать, что человек действительно ошибался, человек действительно заблуждался и сейчас жалеет об этом. В таком случае можно и нужно уже вам сделать первый шаг и попробовать ее вернуть. Но опять-таки все зависит от вашего личного желания, чего вы сами хотите. Для этого нужно быть честным помимо собой в первую очередь, а дальше все будет ясно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...